Всем привет! С вами Акерис Блог и сегодня мы будем обозревать Redmi Note 9 Один из самых доступных безрамочных телефонов с четырьмя камерами Буду долго описывать данную модель и перейдем мы собственно к распаковке Что у нас изначально производитель заявляет на упаковке? Что у нас должно быть внутри? Сам телефон, адаптер, USB Type-C кабель Иголка для извлечения сим-лотка Далее бампер, софткейс Далее руководство пользователей и гарантийные свидетельства Итак, сейчас мы собственно этот аппарат открываем Это первое открытие аппарата, то есть ничего особенного нет Что, собственно, ну как обычно его довольно туго открывается Кстати, сама коробка довольно тяжелая, но мы сейчас посмотрим, что, собственно, в ней есть Итак, у нас встречает не телефон непривычно А коробочка с, скорее всего, с самим бампером Да, вот такой вот бампер Далее, действительно, у нас здесь есть Иголка для извлечения сим-карт Сим-лотка И руководство пользователя Русский и украинский руководство пользователей Есть изначально Это не дилерская какая-то поделка Все изначально сделано Xiaomi То же самое касается и гарантийной карты Итак, собственно, вот наш телефончик Сразу же пытаются выехать Позырями, как обычно У нас здесь установлена 64-мегапиксельная камера Также здесь в комплекте идет 30-ваттная зарядка Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 720G И 6,67-дюймовый дисплей Итак, сзади у нас, естественно, камера Как видим, сканера отпечатков пальцев здесь, естественно, уже нет Но довольно-таки огромный блок камер Давайте глянем, что у нас здесь Каждая из камер Первая камера Это основная камера широкоугольная Это вот у нас 8-мегапикселей Далее основная камера 64-мегапикселя Далее у нас 5-мегапиксельная макрокамера И сенсор глубины для эффекта боке Естественно, здесь есть подсветка То есть вспышка, фонарик То есть вспышка у нас двухдиодная То есть все довольно-таки красиво сделано Дальше смотрим, что у нас еще здесь есть У нас, собственно, как и обещалось Зарядочка Зарядочка действительно обильно весит Она достаточно крупная Но она довольно компактная, как мы видим То есть не огромный блок питания Здесь, в принципе, как и заявлено, должно быть 27 Вт Написано на самой зарядке Вот И, собственно, кабель типа USB Type-C На этом наша коробочка подошла к концу И мы переходим к самому интересному Мы сейчас подойдем к спаковке Итак, здесь все сделано в стиле Apple Мы должны где-нибудь здесь-то потянуть И, скорее всего, вот Вот у нас есть Такая вот штучечка Которая надо дернуть А вот дернется она Что-то не совсем правильно Вот Проще Сбоку оторвать Xiaomi Ну, ты, конечно Тут они С проспаковкой Немножечко сглупили Вот у нас такой вот аппарат Сзади у нас наклеечка Мы ее тоже сразу же снимаем Потому что Нам она, в принципе, незачем Ну, ладно Это потом можно И переходим к первому запуску Тут у нас сбоку Вот такая вот Совмещенная кнопка с сенсором Если у нас что-то не запустится Вот мы, собственно Первый запуск Я его оставляю без каких-то остановок Мы пока, собственно, познакомимся Что еще у этого аппарата есть Ну, помимо процессора, который В сравнении с 710 серией 712 серией Стал шустрее на 36% Вот у нас уже пошла загрузка Как видите, все очень быстро 11-я MIUI Из коробки Но, скорее всего, сразу же придет 12-я Емкость батареи здесь 5020 Ач И здесь еще единственная Главная вещь, которая Озвучивается в данных аппаратах Это Новый вибромотор Который здесь устанавливается Ну что, поехали Начинаем мы с выбора языка То есть русский язык выбираем Дальше можно сразу же Выбрать Размер шрифтов Далее Выбираем регион Украины Устанавливается регион Дальше мы подключаемся К Wi-Fi Ну, эту информацию я вам, естественно, не предъявлю Privacy Он такой Так, у нас получили IP-адрес И, собственно, дальше у нас Политика использования Мы соглашаемся с ней Условия использования Также мы можем прочитать Огромная простыня И телефон попытается сначала Обнаружить сим-карту Мы, честно говоря, это дело пропустим Сразу же телефон предлагает Установить То есть проверить обновление Скорее всего, попытается сразу же их установить Но мы пока не будем ничего копировать Мы сейчас, собственно, познакомимся Что у нас здесь есть с телефоном Грузится пока телефон Здесь уже гугловский аккаунт Честно говоря Стоило ожидать Здесь Саму оболочку MIUI Ну, как видим Вот у нас Приложения, которые будут скачаны через Wi-Fi Ну, честно говоря Я, единственное, не понимаю Зачем нам TikTok Нажимаем ОК Заходим в MI аккаунт И, собственно На этом Устройство будет готово К использованию Сейчас я зайду в MI аккаунт И мы, собственно, посмотрим, что там Итак, входим Естественно Дальше на личное усмотрение Включаем-выключаем Mi Cloud И у нас здесь есть режим поиска устройства Мы, естественно, его оставляем Это довольно полезная штука И теперь, собственно Обновляем информацию Мы не собираемся его восстанавливать Мы будем его настраивать Как новое устройство Потом мы можем это все скопировать Дальше мы ставим отпечаток пальца Естественно, нам нужно установить графический ключ И отпечаток пальца И сейчас мы скоро продолжим Это дело Естественно, я эту информацию вскрою Простите внимание Интересно, что все-таки Здесь не подэкранный сканер отпечатков пальцев Он находится сбоку Ну, извините, простите Так, так, так И вот, собственно, еще попытку надо сделать Все, отпечаток успешно добавлен Так Сейчас мы Добавили И установка вот заканчивается Разрешаем все, в принципе, большую часть Все, что можно Нам не нужно Единственное, что мы подключаем Некоторые диагностические данные Программу Улучшения качества Ну, никто не любит трекинг Вот так Ставим Классическую тему И Все, настройка завершена Загружается приложение И на этом, в принципе, телефон готов То есть, как видим У нас на всю установку ушло Меньше 10 минут Телефон пришел На 66% заряженный Сделан он был в мае месяце То есть, с этой даты Мы можем говорить, что Он разрядился всего лишь на Меньше, чем на треть Чуть больше, чем на треть То есть Собственно, мы прошли все процедуры Мы Отключили все системы И вот сейчас он у нас Догружается Что я могу сказать на данный момент Аппарат довольно Плотно лежит в руке Несмотря на его размер Конечно, я могу Я не авторитет в этом деле Потому что у меня у самого руки крупные Но, как по мне Аппарат весьма стоит своих денег Особенно, если учесть, что То есть, вот у нас, собственно Он уже готов к работе Телефон у нас уже загрузился Мы очень быстро все настройки пришли Кстати, что самое интересное Разблокировать его можно Просто нажатием на кнопку Google у нас тут просит Войти в аккаунт Но мы пока этого делать не будем И что у нас в слоте Вот у нас есть специальная Для этого скрепка Для тех, кто не знаком Такие, к сожалению, люди Еще пока есть Мы нажимаем Вот сюда Вставляем в дырочку Этот Пин Он, честно говоря Слабенький И у нас открывается Сотройный слот Кстати, я вам так скажу Что он так плотно открывается Вот, у нас здесь Две сим-карты стандарта NanoSIM То есть, соответственно Не MicroSIM, а NanoSIM И слот под карту памяти Как у нас устанавливается Здесь вот есть Такой небольшой замочек Мы должны Так, чтобы сим-карта совпала То есть Вот, как мы видим Вот так Вот так И вот так Теперь Теперь Мы смотрим таким образом Чтобы у нас Правильно поставить слот Здесь, конечно Не совсем хорошо придумали Разработчики данного продукта Что Мы не видим Как загонять слот И он, скорее всего Зайдет Вот, он и заходит И мы видим Регистрацию сетей Сети здесь поддерживаются Стандарта Полных стандартов И, по-моему Даже в том числе Вплоть до PG Но в нашей стране Они Не работают Вот У нас, собственно Сразу же Подключились Сим-карты Каким-то образом Xiaomi Cloud У нас сразу же Возмутился Что у нас Память заполнена Но это ничего страшного Дальше у нас идет Активация сим-карт И, собственно Телефон готов к работе На этом Я с вами Прощаюсь Я думаю, что По-моему На мое личное мнение Мобилка очень классная Мы сейчас даже попробуем Как она снимает Заодно вы увидите Как вы Нас Смотрите Так И давайте посмотрим Здесь есть Несколько режимов Ну, мы давайте посмотрим На сами На себя Здесь есть Разворот И вот, собственно Вот он я И, причем Снимает она Довольно неплохо Сейчас этот фрагмент Из видео Тоже вставлю Чтобы вы могли понимать Насколько хорошо Она снимает Да Вот в таких условиях Это все снимается Тут всунулся Зачем-то нам Киевстар Со своей рекламой И на этом Пожалуй Мы На этом С этим роликом С вами распрощаемся Камера снимает Очень круто И Варианты Как она снимает Я обязательно Выложу Подложу В конце этого видео На этом С вами Всем пока Хочу сказать И до скорой встречи На ютубе Пока-пока Напись С основной камеры Здесь у нас В принципе Все тоже Довольно неплохо Вот съемка 1080p С увеличением В 2 крата Это походу Последнее Значение Которое уже достигается Оптически Все что выше Это у нас уже Достигается За счет Цифрового зума Если уж на то Пошло То можно Попытаться И Можно В принципе Через переход На шерик Вот у нас 1 крат 1080p Практически Без лагов Все идет И вот Зум До 2 А это 8 А это Уже 6 Крат Это максимум Что можно Снять При помощи Цифрового зума На видео Так Запись Со фронтальной Камеры В Вечернее Время Вот посмотрите Как все выглядит Вот как У него Все действует Продолжение следует Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова